19 апреля в Казани стартует второй международный конкурс молодых исполнителей имени Рудольфа Гумерта. Об особенностях нынешнего конкурса говорим с председателем жюри Рустемом Хайрудиновым, лауреатом международных конкурсов, профессором Королевской академии музыки Великобритании и преподавателем Казанского музыкального колледжа имени Ауходеева Татьяны Ивановой. Доброе утро, очень рада вас съесть. Доброе утро, здравствуйте. Татьяна, первый конкурс проводился среди исполнителей на струнах музыкальных инструментах. А в этот раз соревнуются пианисты. Почему такой выбор? Ну это самое актуальное на сегодняшний день специальности, по крайней мере, судя по поступаемости детей. Нам бы хотелось увлечь школьников этой профессии и хотелось бы, чтобы они сделали правильный выбор. И талантливые, действительно талантливые музыканты шли в нашу профессию, продолжали вот эту преемственность поколения. А кто участвует в конкурсе? В этом году, ну как и в прошлом году, мы пытаемся охватить весь образовательный кластер музыкальный. То есть это музыкальные школы, причем это выпускники, старшие классы. Это средне-специальные музыкальные школы, специальные и СУЗы. Ну и, конечно, высшие учебные заведения, то есть вот для того, чтобы дети, маленькие дети, школьники слышали, как играют уже консерваторцы. А на каких площадках будет проводиться конкурс? Это Казанский музыкальный колледж, как известно, один из лучших залов у нас по акустике. Ну и Казанская консерватория, зал имени Рахманинова. Прекрасно. А что вот вы принесли такое вот прекрасное, красивое и прям блестящее? Да, это у нас такие эксклюзивные кубки, которые создали специально для конкурса. Вообще, нам кажется, что вот какая-то особенность должна быть у каждого конкурса, то есть свое лицо. Вот для нашего конкурса был создан такой логотип, здесь просматривается буковка Г, Гумерт. И вот такие красивые кубки изготовили для каждого лауреата конкурса. Ну и плюс будут денежные призы, что, конечно, тоже является привлекательным для исполнителей. Очень красиво. Давайте поговорим про международный статус конкурса. Кто заявлен, так сказать, из участников, кто делает этот конкурс международным и насколько важен этот статус? Ну, международных конкурсов сейчас на самом деле очень много, но нам бы хотелось, чтобы это было не просто на бумаге, а чтобы это действительно был статус международный. Во-первых, это, конечно, уровень программы. Два тура с сослуженной программой, не каждый ребенок способен это освоить. Во-вторых, это, конечно же, эксклюзивное жюри. Для нас очень важно, чтобы это был действительно международный уровень. И в прошлом году, и вот в этом году у нас замечательные представители из разных стран. Пожалуйста, Рустем Хайруддинов, который сегодня у нас здесь в гостях. Это Лондон, Королевская академия. Санкт-Петербург, что очень важно, потому что сам Гумерт – это ученик римского Корсакова, который как раз окончил Санкт-Петербургскую консерваторию. Петр Лаул, Санкт-Петербургская консерватория, тоже музыкант, который очень много концертирует. Гюльнара Нурланова – это Казахстан, Алматинская консерватория. Евгений Михайлов, конечно же, один из лучших представителей нашей профессии, пианист Казанская консерватория. Ну, вот, в общем-то, представители разных городов, разных стран, да, и едут к нам учащиеся и школы, и консерватории из Казахстана, и мы очень рады, что даже первый конкурс, он уже привлекает представителей из разных городов, из разных стран. Рустам Авзалович, вот вам хочу вопрос задать. Российская фортепианная школа известна на весь мир, да, но вот мы в этом ключе привыкли говорить о Москве и Санкт-Петербурге. А вот наш город может соревноваться с этими городами, с этими столицами? Очень интересно, вот на вас, послушайте. Ну, вне всяких сомнений, у нас всегда была очень сильная школа. В принципе, конечно, я считаю, что школа зависит от педагогов. Вот кто на сегодняшний день обучает детей, студентов, и у нас педагоги всегда были очень сильные. Даже вот в те времена, скажем, когда я поступал в Московскую консерваторию, мне казалось это какой-то несбыточной мечтой, а на самом деле я поступил достаточно легко и с первого раза, в то время как из московских, ну, из СМШ, из Берзляковки, люди по неску лет поступали, не могли попасть. И тут, конечно, ну, огромную роль играл мой педагог Марина Борисовна Арбузова. Она меня готовила. И сейчас она, ну, блестящий педагогий. Сильная школа. Да. Я вот сидел в составе жюри конкурса «Губайдульный» несколько лет назад и был просто поражен уровнем. Уровень очень-очень высокий. И, ну, факты сами за себя говорят, как говорится. То, что у нас учился Юрий Егоров в нашей школе, Михаил Плетнев в свое время, их подготовили вот в самом начале. А я считаю, что самое начало – это, конечно, самое трудное. Начать ребенка, как бы наставить его на путь истинный, поставить ему руки, привить ему музыкальность. Дальше уже как бы идет обработка, отшлифовка и так далее. У нас очень-очень высокий уровень и, в общем, есть чем гордиться. А может ли победа в таком конкурсе стать ступенью для музыкальной карьеры мирового уровня? Несомненно. Вы знаете, никогда неизвестно, какая победа, или иногда даже не победа. Да, и, наверное, проигрыш только. Да, и, наверное, проигрыш. Потому что, ну, вот в моей судьбе, например, получилось так, что я участвовал в конкурсе, где, ну, скажем так, некоторые члены жюри занимались коррупцией. Вот. И получился, как бы, скандал, который докатился до Японии. Японский импрессарио, прочитав об этом в прессе, пригласил меня на концерты в Японию. Понимаете, при том, что первую премию мне тогда не присудили. Но японский член жюри, приехав в Японию, дала интервью, что был вот такой человек из России, которого там пытались затереть и так далее, и так далее. И потом дело даже, если конкурсы абсолютно честные. Ведь дело в том, что это очень интересное сочетание спорта и искусства. То есть для того, чтобы быть успешным в конкурсе, мало быть прекрасным музыкантом. Нужно иметь стальные нервы и какую-то волю к победе. Терпение. Выдержку. Это далеко не всем подходит. Поэтому я призываю наших телезрителей, приходите не только на второй тур, но и на первый. Потому что иногда очень талантливые люди могут... Нуждаются в поддержке. Да, и могут просто не дойти до второй тур. Это не говорит о том, что они плохие музыканты. Это... Человеческий фактор. Человеческий фактор. Это, конечно. Это у спортсменов. Да. Тренировки, тренировки. Только если спортивная злость, она придает тебе уверенности у спортсменов, мне кажется, в этом и может быть отличие, что... Но все-таки музыканту, который настолько иногда работает со своим инструментом, когда пальцы должны порхать, а у тебя просто мышцы все напряженные. И потом тонкая душевная организация все-таки для того, чтобы... Как бы... Ведь с чем мы занимаемся, собственно говоря, мы отшлифовываем изо дня в день, как можно это выразить еще более прекрасно, да? Да. Чтобы людей как бы задеть за живое. И вот уметь сочетать это с какой-то волей к победе, или, по крайней мере, уметь отстраниться от того, что тебя сравнивают с другими кандидатами, это... ну, это просто огромная нагрузка даже психологическая. А вот ожидания какие у вас от конкурса? Возможно, вы ждете каких-то самородков, или, может быть, уже кто-то есть, на кого вы точно знаете? Вот, обратим внимание, мы его уже где-то видели. Ну, наверное, как раз-таки вот мы ожидаем, мы ждем, что кто-то откроется, откроются новые имена, откроются новые дети, и, может быть, вот Рустем кого-то пригласить. Важно, чтобы дети ведь тоже знали, куда, как строить вот эту карьеру, куда пойти, где можно еще поучиться, куда... Нет предела совершенству. И вот очень важно для нас, по крайней мере, когда мы организовали этот конкурс, чтобы дети видели, что перспективы, они просто беспредельные, и нужно стремиться все выше и выше и выше. Не останавливаться, не вариться в собственном соку, и оценивать себя, ну, наверное, сначала в сравнении с казанскими музыкантами, потом с московскими, петербургскими, потом с европейскими. Мы очень надеемся, что в будущем к нам будут приезжать и из дальнего зарубежья, непременно. Мы тоже будем на это надеяться. Да, спасибо. Вдруг именно этот конкурс откроет нам очередного Рихтера. Вполне возможно. Будем надеяться. Будем надеяться. Спасибо за участие в нашей программе, новых вам открытий, открытий новых талантов, и, конечно же, удачи всем участникам. И я думаю, что мы обязательно еще с вами встретимся в нашей программе. Спасибо большое. Спасибо.